Ой, а кто это тут нас придумал для своего канала новый формат и теперь маскирует банальные обзоры Игорь под модным словом ревью? Может мне на этот вопрос ответит голодающий на грани смерти ребёнок с суицидальными мыслями? Можно мне уже покушать? Я умираю. Нет. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг. Этот ролик будет максимально необычным, ведь вместо того, чтобы пересказывать сюжет, я расскажу про саму игру. Ведь это так необычно и никто тогда этого не делал. Понимаю. Поздравьте, теперь я официально игровой журналист, а мой канал спокойно можете называть игровой видеожурнал Бэбэй. Тут у нас будут ревью, превью, обзоры, лицензии и даже железный церк, где я буду как истинный профессионал обозревать современные гаджеты. Инновации. Сегодня я вам расскажу про игру, где вы можете чилить в своём собственном особняке в оккупированном городе, ведя голумский образ жизни и доедая крысиные анусы с овощами. Чтобы в какой-то момент окончательно поехать кукушкой и отправиться в глубины города устраивать геноцид невинных людей, дабы накормить себя собачьими консервами под видом гостовской тушёнки. Речь пойдёт про замечательную This War of Mind, которая должна была поведать нам о тяжёлой жизни мирных безобидных граждан в оккупированном городе, но на деле она показала всё с точностью наоборот. Сама игра была сотворена и выпущена польской студией 11-бит в 2014 году. Тогда-то я в неё и поиграл, будучи ещё совсем молодым и неопытным дебичем, которому было сложно прогрызться до сути игры. Для неё уже успело выйти несколько сюжетных дополнений, но о них как-нибудь совсем-совсем потом. Что действительно заслуживает внимания, так это классический режим, где мы должны взять на себя заботу о той или иной группировке потенциальных маньяков и психопатов. Для данного профессионального видео-обзора я выберу группу, в которой состоят некие Бруно, Роман и Арика. У каждого из них есть своя грустная предыстория, которая померкнет на фоне того чрезмерно жопе, что с ними будет твориться дальше. Сама игра любезно предоставляет нашей руке роскошный дом, который более не роскошный и больше похож на дырявое решето, помойку или берлогу цыган. В первый день бытия наша задача очистить дом от грязи, говна и блевотины бомжей, попытаться найти хоть какие-то материалы для создания всех удобств и заодно познакомиться с каждым персонажем. Бруно раньше был поваром, Роман бывший повстанец, а Арика бежала из своего мухосранска из-за того, что она имела череп неправильной формы и часто сидела на пикабу. Не знаю как вы, а я их вполне считаю польскими неуловимыми мстителями. Первые приготовления к чилу готовы. Убрали весь мусор и из этого самого мусора сделали верстак, являющийся сердцем нашего жилища и сексуальным объектом для трудовиков. Каждую ночь нам желательно выходить в город ради еды, лекарств, материалов для строительства и яойной манги для растопки печи. Конечно, во время такого похода вы можете покалечиться или даже умереть, но если вы будете сидеть дома и сочевать, то вы в любом случае умрёте от холода, голода и отсутствия тяночки. А Рику мы за тян не считаем, потому что по моим подозрениям у неё есть член. Заброшенный дом, самое безопасное во всех аспектах местности, я вам гарантирую, что если вы новичок, то ближайшие несколько ночей вы только и будете, что бегать сюда да долутывать всякий мусор. И в этом нет ничего постыдного, ведь вы можете себе позволить кровати, пропитанной потом, плиту для готовки сомнительного хрючева и даже радио для того, чтобы быть в курсе местных левацких новостей. Я категорически не советую слушать эти новости и просто на постоянку включать волну с классической музыкой или музыкой андеграундной, чтобы работяги спокойно релаксировали. Время идёт, а вы живёте припеваючи. Непорядок. Пора прочувствовать вкус реалии войны и пойти грабить дом с дезертирами внутри. Тут игра превращается в странный ремейк, как достать соседа. Только рофлите вы, но не заменяя инсулин на слабительное, а воруя еду и обрекая людей на голодную смерть и каннибализм. Но кого волнуют чужие проблемы, ведь дома все сыты и здоровы. Так будет до тех пор, пока игра не поставит вас перед моральным выбором. В одном из тихих домов, в самом тихом и безопасном месте живут удачливые алды, у которых есть еда, лекарства, тепло, уют, пожилой секс и никаких внуков. Мы можем их пожалеть и оставить в покое, а можем обчистить и оставить медленно умирать в страхе и ужасе, ведь сами они еду не достанут. Мой выбор был максимально очевиден, потому что я беспринципный негодяй. И что вы думаете? Персонажи были абсолютно солидарны со мной. Это всё ужасы войны. Кстати, я потом пришёл сюда и увидел, что Ничего не оставалось, кроме как лечь спать и не проснуться. Вот это внимание к деталям. Хотя не стоит так радоваться и сразу переходить на злобный инфантильный образ жизни. Порой плохие поступки, невнимательность, плохая погода, увлечение фури, да и множество других факторов могут навредить вашим персонажам и накинуть на них вот эти неприятные оранжевые словечки. Опечален. Голоден. Ранен. Болеет. Голосует на выборах. Слушает Элджея. Тонатит стримершем. Носит в футболку бомж. Кошмарит Олега Зубкова и зоопарка Тайган, потому что тот не заносит ему денег. Всё это придётся вам исправлять, ведь запущенный недуг может довести до плохого, если вовремя не шарануться лекарством, бинтом, едой или выпивкой. Благо, нет худа без добра, ведь даже в таком жестоком и поехавшем мире есть лучик надежды в виде работяги Франко, который то и дело приходит к нам с полезными штуками с целью поторговаться. Ну вы посмотрите, какой он милах и так охуто за него замуж выйти. Кстати о торговле. Если вы хотите жить максимально пацифистским образом жизни, то вам придётся начать собственное производство жизненно важных товаров, а именно лекарства, бинты, инструменты и, что самое важное, алкоголь и сигареты. И если сигареты можно оставить себе, дабы ваши работяги покуривали в своё удовольствие и ловили от жизни кайфарики, то вот алкоголь лучше не трогать и варить как можно больше. Дело в том, что алкоголь достаточно ценен и при бартере даже имеет ценность больше, чем те же самые брюлики. Торговец с радостью обменяется и вам будет меньше нужды ходить за материалами, а военные на блокпосте за алкоголь вам и вовсе будут целовать сраку в засос языком. Вроде бы столько появляется путей для выживания, но вместе с ними приходят и новые проблемы. Первая из них это социальные обязанности перед остальными людьми. К вам то и дело будет приходить рандомная челядь с просьбами о помощи или интересными предложениями. Вы, конечно, можете по КД отказывать, но тогда вам никто не будет приносить подарки в виде вкусняшек, а сами герои будут негодовать, впадать в депрессию и резать вены на члене. Я думал, что надо помогать всем без исключения, пока не попал в ловушку ребятишкира. К нам пришёл челик по имени Дэниел, а по натуре чему пиздлявый, который привёл с собой бесполезного ребёнка Мишу. И попросил приглядеть за ним в течение нескольких дней, пока он будет искать его родителей. Конечно же, мальчик будет с нами цел и невредим. Тебя зовут Миша? Ничего, я буду звать тебя Машей. Однако рофлы-рофлами, но Данил не вернулся. Совсем. И этот кусок человека остался с нами на всё время, бегая туда-сюда, докапываясь до других, поедая нашу еду и рисуя говном на стенах. Поначалу я, конечно же, всё это терпел. Обучил я выращивать траву и даже давал ему лекарства, когда он заболел из-за того, что себе в попу засунул сосульку, чтобы не зудели анальные трещины, о происхождении которых знает только Роман и челики с локацией бордель. Но! В какой-то момент я просто забил на него болт, перестал кормить и вынудил вечно спать на полу. Правда, Миша из-за этого стал голодать, впал в депрессию и начал всё своё время проводить, сидя на полу и издавая бесконечный плач. Я надеялся, что смогу довести его до смерти, но мягкосердечная Арика прямо перед нём ожидаемой смерти взяла и покормила его. Тварь! Не дала совершить благой поступок во имя нашей скромной общины и простого еврейского любопытства. Такая жизнь любого сведёт с ума, запасы кончаются, все материалы идут на отопление помещений и варку пивандополы. В свободном доступе ресурсы не лежат, а торговцам мы потихоньку начинаем продавать наши лекарства и изредка полуживого микрочелика. Точкой кипения стала трагедия. Бруно убили бандиты, выстрелил им из ружья по жопе. В такой стрелёбной ситуации ничего не остаётся, кроме как идти на радикальные меры. Мы обмениваем у военных алкогольное оружие и морально готовимся к самому настоящему выживачу по-польски и тролли зис вар оф майн экспириенсу. Арика, как самая ненормальная баба с яйцами, была отправлена к убийцам Бруно. И что вы таки думаете, она просто взяла и размазала дебилов, уничтожила, дезинтегрировала и пару раз даже тибэгнула. Вот таким макаром жизнь кардинальна и меняется. Если вести себя агрессивно и всех убивать, то можно нехило навариться, так как почти у всех людей что-то да есть. Особенно это касается ехидных торговцев, которые сидят на локациях, ломят цены и думают, что никто их тут не тронет. Убивать их максимально легко, а награда феноменальная. Конечно, герои будут периодически грустить и впадать в депрессию на сигареты, алкоголь, еда, радио, ремонт и тёплое помещение быстро вернут их в обычное рутинно циничное состояние. Несмотря на обилие еды и лекарств, мошонку я всё равно не кормил и заставлял спать на полу, а не в кровати. Он периодически, конечно, устраивал мне выкрутасы, но особое воспитание путём лютого игнора жалоб ребёнка и отказ в обнимашках быстро сломали его и сделали усидчивым. А всё потому, что он не сидел на моих образовательных стримах на канале Twitch.tv.slashDigroStream. 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 Конечно, иногда вы можете пойти на совсем крайние зверства, но это немного нерационально, так как вы только зря будете тратить патроны. Но если уж совсем охота пороплить, то... По моему мнению, именно так и надо играть здесь с War of Mine. Сидеть и тихушничать дома скучно и неинтересно. Ваша основная цель это просто дожить до конца войны, но я вам советую взять на себя иную цель, а именно поубивать как можно больше людей, у которых есть какие-либо ценности. Я буквально за одну ночь уничтожил целый блокпост военных, их же оружием, и это было прекрасно. Особенно прекрасным был тот факт, что на следующий день пришла важная, а самое главное радостная новость. Вот, война закончилась. Ведь кто-то там ввел в город миротворческие войска. Правда, у меня складывается ощущение, что им особо спасать было некого. В титрах вам покажут все ваши заслуги и косяки, а под конец скажут, чем все закончилось. Роман. Умер, Миша станет маньяком-педофилом, который морит детей, а Рика села в тюрьму и закраш. Вот это я называю хэппи-энд по-полякски. Это был This War of My Night, дорогие мои. Игра получилась славной, интересной, а в некоторых местах нелогичных. Но от этого она не менее прекрасна и поучительна. Эта игра учит нас, что если хочешь выжить, спокойно мари голодом пенсионеров, детей, бандитов, а если кто выкобенивается, то с чистой душой убивай и лотай трупы. Разрабы пытались показать, что война прекрасна, и если ты будешь чуточку без башни, чем остальные, то будешь жить даже лучше, чем в мирное время. Тут все как в поговорке, если жизнь дала тебе лимоны, то сделай лимонад, а если судьба отправила тебя тусоваться в осажденный войной город, то ни в чем себе не отказывай. С вами был я, ваш верный товарищ Камень. Не забывайте ставить лайки, а то тоже останетесь в депрессии и без еды. То есть ничего не поменяется.